Итак, всем привет, с вами Дубгай, начинаем играть в Great War Redux за Российскую Империю. Собственно говоря, мы про Первую мировую, думаю, достаточно известно, про него говорить не стоит. Положение у России какое, давайте посмотрим. У нас такая средненькая промышленность, я бы сказал. Если сравнивать её с немецкой, она точно хуже, но фабрик у нас всё ещё 27, военных заводов 15 на самом деле. О, точнее, верфей 15, военных заводов 8. Мы, я бы сказал, чуть получше Франции в этом плане. Единственное, у нас куча здесь дебафов. У нас есть дебафы от забастовок, у нас устаревшие железные дороги, у нас вон угроза революции тоже. В общем-то, очень-очень много неприятных вещей. Видите, у нас с флотом тоже большие дебафы, но на самом деле не слишком страшно. Получаемый опыт флота, можно потерпеть, корабли в первом контакте можно потерпеть, отступление, скорость флота можно потерпеть. То есть, ничего критического. Было бы здесь минус атака, какая-нибудь ещё что-то, вот это было бы плохо. В целом, мы ещё можем это вернуть. Вот здесь вот надо дебафы убрать. Но я думаю, смотрите, куда мы сейчас пойдём. Сюда сначала. Вот сюда я сразу не пойду, потому что это додает бонусы к промышленности. А я хочу их потратить, смотрите, вот на второе строительство. То есть, я хочу обязательно вкачать станки и вот это вот без бонуса, и потом уже куда-то сюда тратить эти бонусы. Вот, так что мы идём в Думу. Потом у нас всё ещё не будет исследовано. Мы пойдём, я думаю, по историческому пути, как обычно. Я так понимаю, это центристская дума, потому что вот это вот революционеры, это какой-то коммунизм, а это какой-то монархизм, прям, типа, абсолютная монархия. То есть, нужно идти сюда, и я подозреваю, в единицу в Антанты. Потому что мы пойдём, опять-таки, в Антанты, будем браться с осью, с центральными державами. Что у нас вообще по войскам? Войсков у нас очень много, у нас 119 дивизий. Много из них неукомплектованы, но это решается достаточно просто. Мы сейчас просто пораспускаем всякую кавалерию, которая нам не нужна. Гарнизоны всякие можно пораспускать. Лучше иметь чуть меньше войск. Но они будут все укомплектованы, и потом ещё, скорее всего, мы их поподготавливаем. Плот у нас строится здесь вообще ужасный. Но что поделать? Нам нужно будет обязательно строить артиллерию. Давайте сделаем даже сразу вот так, пожалуй. И, конечно же, нам нужно будет устраивать ещё всё остальное. У нас есть проблема в России. У нас фокусов военных очень-очень мало. То есть, у нас буквально здесь нету никаких фокусов на авиацию хорошую и на танки хорошую. У нас есть вот этот один на бронетехнику, 100%. И где-то здесь я ещё видел, по-моему, на авиацию. А, ну здесь вот уже, да? То есть, ты ищешь, 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 ищешь. Вот, 200 на тактические. Это, в принципе, неплохо, 200. 200 выглядит очень сильно, да? Так что мы можем их сделать. Но хотелось бы что-то интереснее, чем просто тактические бомбардировщики. Но кроме них никаких бонусов мы себе учить не можем. Вот здесь вот ещё 200, 2 по 100 на авиацию. Но тоже скромненько, скромненько. Если взять какие-нибудь французы, где-то там опережения танков. Разведаются технологии танков. Вот это вот, это жесть. Так что мы, в основном, будем просто терпеть. Терпеть. Будем становиться, в основном, я думаю, по речкам каким-нибудь. А может быть и ближе, посмотрим. Здесь, в принципе, обороняться чуть попроще, чем во Второй мировой. Так что будем где-то остановиться и просто терпеть. Сдержать Германскую империю. Пока там всё исследуется. И у нас тоже всё исследуется. И потом под бомбардировщиками, скорее всего. Что, ну, у нас, кроме них, вряд ли что-то будет. Подстроим ещё истребители, тоже в 2014 году исследуем. Будем как-то пытаться прорываться. Но на задки рассчитывать, я думаю, не приходится. У нас на них бонус только один. А исследовать там нужно очень много технологий. То есть вот это нам нужно. Да, тоже только в 2014 году исследуется. И в 2017 только вот это скрывается. И одного бонуса на 100% на всё, на несколько вот этих вещей не хватит. В любом случае, поехали. Транцы просят нас помочь против чада. Видимо, они не справляются с гигачадом в Африке. Но я думаю, справятся. О, вот это вот я не знаю. Даже что это за ивенты? Прекратится два стабильности. Давайте, давайте прекратиться. Нам нужно больше стабильности сохранять. Потому что сейчас мы всё равно, я думаю, избавимся от всех этих проблем. Ну, смотрите-ка. Пограничный конфликт с Персией. Я даже не знал, что он есть. Я бы сюда войска уже вёл. Давайте-ка туда сейчас приведём наши вот эти вот, я вижу, у нас есть какие-то гриндёрские дивизии. Нам нужно всего шесть. Но приведём всех, я просто не знаю, какие ближе. А не видите, ветераны, это очень жёстко. Давайте их отдельно. И, я так понимаю, Табрис и Геллан. Это же здесь, верно? Табрис и Геллан, да. Я сейчас поеду сюда, и потом, конечно же, продолжаем наступление. У нас 9 дней на это. И мы, на самом деле, успеваем. Смотрите-ка. 4, 3, 2, 1. Мы успели только со снабжением чуть-чуть. Надо рассобраться. Нормально. Подождите, Переграничный конфликт создался. А что насчёт реально битвы? А, всё, я вижу. У нас только через месяц начнётся. Хорошо. Так, у нас выборы в Думе. Не дайте левому победить. Согласен. И идём в Центристскую Думу сразу же. У нас есть политка. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Ничего сильно хорошего. Здесь мы тоже не можем. Ситуация неприятная. Ещё и Столыпин душит нас своими этими. Безоспять процентами. Нам нужно будет вот здесь вот пройти. Вот здесь вот у нас Столыпинская реформа. 10 ТНП даёт. Но это нужно 100 фабрик набрать. 100 фабрик просто нереально в этом моде практически набрать. У нас от торговли только много, кстати говоря. Повезло, повезло. И либо сделать на благо крестьянства. А это... А это как раз таки коммунизм, ну, социализм сюда вот. Нам это не подходит. И вот начинается здесь конфликт. Мы в нём, я думаю, без проблем выиграем. У нас всё-таки здесь опыт огромный у дивизии. Фейерал ещё хороший прокнул, на самом деле, с хорошими статами. И да, мы побеждаем. Центрическая дума готова. И идём в единство Антанты, пожалуй. Либо уже, уже, наверное, Е. Так, 2070. Да, можно уже идти сюда. В 20 лет мира поехали. Ну, здесь, да, мы просто переломалываем персидские дивизии. Без каких-либо проблем. На самом деле, это даже очень полезно, потому что, ну, смотрите, как много опыта фармим с этого конфликта. Просто безумно. У нас одна дивизия держит их всех. Пускай они ещё продолжают закидывать сюда больше дивизий, чтобы мы ещё больше пофармили. Я не против. А ещё, пожалуй, давайте забастовочное движение сокрушим. Потому что, во-первых, оно нам дебафает очень сильно. Во-вторых, он социализм поддерживает. А нам не хотелось бы, чтобы социализм на рост. Умер Лев Николаевич Толстой. Ужасно. А мы закончили строительство в большей части флота. И давайте теперь... Так, крейсеры десятые, это же последние. Да. Давайте теперь будем строить нормальные корабли. Сделаем себе шаблон крейсера, собственно говоря. И я не вижу никаких проблем сделать вот такой вот крейсер и его просто спамить теперь. Давайте так и сделаем. Думаю, пойдёт. Броню не вешаем, она дорогая слишком. И скорость убавляет. Сюда у нас ничего не надо. У нас вообще, в принципе, авиации практически нету. Радары у нас, шутите, 90-й год, как и радары. Просто такой вот плотненький. Тяжелый крейсер, который будет выбивать легкие корабли. Причём за вот эту свою стоимость, да. Он стоит всего 3500. У него 9 тяжёлый, 24 лёгкой. Смотрим на линкоры, которыми все воюют. И вы хотите посмотреть сюда. Хотя это нет. Все воюют линкорами вот этими вот. Здесь 12-3. Но даже если здесь посмотреть, здесь то же самое. Всё. Только просто корпус чуть-чуть поновее. У него прочности побольше. Скорость побольше. Всё. А так, это всё так же корабли, которые нормально не воюют. Так что наши тяжёлые крейсеры должны неплохо так справляться. Эта битва, наверное, будет продолжаться ещё несколько месяцев. Представляете, они здесь уже, ну реально... Уже, наверное, несколько месяцев воюет одна дивизия. И ещё будут. И, ну, из-за ширины фронта у нас вторая не может войти. Ну да, они ещё очень долго так будут. Мы также себе уже советника главнокомандующего. Я посмотрел здесь все такие себе. Планирование скорость не нужна. Чушь. Вот это вот, естественно, могли бы взять. Но я думаю, возьмём мы всё-таки атаку. Потому что, ну, нужно брать откуда-то статы. Их пока что особо нету. Так, саботаж. Но мы скоро доделаем. Давайте, давайте всё-таки не будем терять. Стабильность опять. Но скоро мы доделаем. Британские атташе. О! Прекрасно. В Великобритании присоединится кроссаж, но я так понимаю, это генерал, да? Альфред Нокс. Так, у нас что-то произойдёт, кроме как нет. Давайте посмотрим, Альфред Нокс у нас появился теперь или нет. И... А можно даже вот так вот сделать. Альфред Нокс, да? Ну, он... Ужасный. 1-1-3-3. Нет. У нас столько отличных генералов есть, так что найдём нормальных. Брусилов я, кстати говоря, сразу с его блестящим стратегом повысил до фельдмаршала. Будет он нас командовать всеми войсками. У нас, наконец-таки, наша дивизия закончится организация. Ну вот-вот. Я надеюсь, у нас главное, чтобы успела вторая сразу. Зареинфорсить. Потому что если мы из-за этого проиграем, из-за того, что у них миллион дивизий, которые реинфорсят, а у нас нет, то это будет смешно. Но... Нет, это бред. Поэтому давайте-ка уменьшим шаблон. Как раз-таки до 27-ок актуальных. И сюда зайдёт вторая дивизия. Третья. Нет, ладно, только вторая. Вот это я считаю более справедливо. И смотрите-ка, мы уже избавились от забасток. Угроза революции, кстати говоря, мы можем как-то от неё избавиться? Давайте проверим. Угроза. Только, я так понимаю, вот здесь вот, да. Я вижу, что здесь вот нужно активбриться больше 50%. Либо интерпеллум, либо... Ну, я не знаю, короче говоря, что там. Как до этого добраться. Давайте сделаем этот фокус. Он уже идёт следующий. Возможно, он нам поможет это сделать. Тогда я уже пошёл дальше, чтобы убрать угрозу революции. Теперь доклад у нас идёт в бои. Это всегда у меня механика, я считал, абсолютно бредовой. Потому что у тебя... Вот этих пограничных конфликтов у тебя могут войска не успеть зареинфорсить. Реально не успеть. И вот так вот, такая ситуация у тебя ещё миллиарды резервов. У тебя одна дивизия проигрывает, у тебя проигрывается конфликт. Потому что это не должно так работать. Вот. Давайте строительство второе. Начнём качать уже. Как раньше мы обкачаем, тем лучше. С авиацией пока не получится. Здесь, видите, проблема. Здесь особо нечего качать, на самом деле. Надо всегда что-то наперёд исследовать. И смотрите, как у нас опыт пошёл. Видимо, потому что с двоя дивизиями они ещё и формят лучше. Надо было, на самом деле, сразу это делать. Не особо раздумывая. Ну-ка. Произойдёт там. Что-то должно было произойти, и в итоге не произошло, да? Открытое решение. Решение. Это не ивент. О, смотрите, можно делать вот так. Можно делать вот так. Давайте делать, конечно же. Стабильность, авторитарность. А, ну допустим. Вот это мне неинтересно, но допустим. Окей, и теперь пойдём в промышленность. Вот сюда. Здесь возьмём парня на фабрике, наверное. Потом пойдём сюда. Чтобы выйти здесь вот две фабрики. Здесь ещё есть фабрики тоже. Вот тут одна, тут две. Давайте сначала пойдёмся в плюс 10%. О, я нашёл. У нас вот советник. Здесь есть на поддержку демократии. Его мы и будем все ставить. На самом деле, наверное, это теперь получается не самый исторический путь. Потому что... Это не совсем то. Что в истории было. Что, получается, в России было вот это. Просто здесь... Не очень понятно. Не очень понятно. Здесь просто дальше вот договор трёх императоров происходит. И назад в Америку тоже не совсем то. Но я бы не сказал, что Россия поддерживала СССР и октябристов. Но, может, я ошибаюсь. Агадирский кризис классический. Марокко предотвращен. Франция уступила некоторой территории Конго. Ну, и нормально. Дивизии реально сражаются всё ещё. Уже целый год прошёл где-то. Они всё ещё сражают. Ну, по-моему, почти ещё не совсем год. Они даже не думают останавливаться. Собственно говоря. А зачем? Ну, я и не против. Смотрите, как у нас опыт фармится. Собственно говоря. Я только за. У нас сейчас тоже, смотрите, дивизия сменится. Отлично. Пошла. Единственный минус. На самом деле, что я сюда ветеранов отправил. Можно было не ветеранов отправлять. Нет, мы не должны показывать уязвимость уже. Стабильность, я, кстати говоря, всё ещё нажимал. Ведь демократию можно нажимать. Хотя, я думаю, и так отсюда придёт. Так вот, я отправился до ветеранов. Был, наверное, смысл отправлять сюда не ветеранов, чтобы они раскачались до ветеранов. Так, произошёл эвент убийства Столыпина. К сожалению, я его сразу нажал. Может, раз Путина себе поставить. Ого. Забавно. Но он, на самом деле, ничего полезного такого особо и не даёт. Так что, не стоит. Скорее всего. Вон, если здесь будут, на самом деле, какие-нибудь секретные пути с этим. Связанные. Но, в любом случае, я посмотрю, что у нас здесь есть по флоту. Что мне хочется и флот тоже немножко раскачать в будущем. Но, я так понимаю, скорость флота – это самое полезное здесь. Поехали. Всё-таки крейсеры строятся в большом количестве. И я бы их... Вопрос, куда мы их хотим. В Черное море, либо в Балтику. И я думаю, в Балтику. По той просто причине, что в Черном море мы сюда корабли привезти потом не сможем. То есть, вот это вот у нас будет перекрыто. И если нас здесь потопят, то всё, мы так и останемся. Сюда мы можем ещё устраивать и воевать. То есть, и здесь я не думаю, что как-то эти вот деблокированные наши корабли могут как-то повлиять. А вот здесь вот, если что, мы сможем, в принципе, что-то с Германией делать. Так что пускай они все едут в первую эскадру в Балтику. Так, Сенхайская революция. Ага. Смотрите, нас уже иногда показывают красным здесь даже. Забавно. Нам стоит уже поставить себе советника военного теоретика и начать качать как раз-таки какую-то доктрину военную. И вот я думаю, какую нам стоит прокачать. У нас вот этот баф есть на кавалерию, который я, очевидно, не возьму. Потому что кавалерии у нас нету. Нам пехоты нужно много. Пускай они обучаются уже. Но здесь есть и прорыв пехоты. На самом деле, стоит поизучать. Может нам вот эта вот доктрина и пойдет нормально. Но в целом, я предполагаю, что мы пойдем в третью, либо во вторую. Потому что вторая нам поможет прорваться артиллерии. Артиллерию мы будем делать. Обязательно. Так. Либо мы как раз-таки будем пробиваться как-то пехотой. Но нет, я думаю, мы сейчас изучаем гаубицы и будем делать тяжелые дивизии штурмовые с гаубицами. Блин, я не удивлюсь, если этот конфликт будет идти до самой Первой мировой. Потому что, ну, а кто его закончит? Мы не успеваем достаточно много урона нанести. Они тоже. Соответственно, стоим вот так вот и смотрим друг на друга, периодически обстреливаясь ударами артиллерии. И мы успеваем смениться, установиться, да, с этим дивизием. И они тоже. Единственное, здесь не регенерирую, потому что снабжения нету, кстати говоря. И из-за этого стоит вот так вот подумать, нам бы делать уже машинки. Да, поехали, машинки. И вот сюда поставить моторизацию потом в будущем. Как бы уже, чтобы получше становилось на будущем, еще доставить. И я замечу, что у нас вот здесь вот, как будто мы начинаем микро проигрывать. Они, смотрите, тоже раскачались. Единственное, у нас урон все еще есть, а у них нету. Но нам нужно вот это вот сделать, и в теории им станет получше. Ну да, все, нормально все с припасами стало. Даже с прошлого уровня вроде как. Тем, кстати говоря, бы сюда уехать. И давайте-ка все войска вот эти вот перетянем на запад. Поставим, пожалуй, вот так вот, чтобы они по снабжению распространились. Распределились, точнее, скорее. И потом уже будем их выставлять. Только надо будет обязательно нам убрать дебаф вот этот вот ужасный. 10 разводов припасов в наших условиях это ужас. Мы пройдем, в принципе, вот отсюда и там их уберем. Перед этим, ну, возьмем вот здесь фабрики, пойдем сюда потом, берем обязательно фабрики. Параллельно не забываем нажимать на демократию. Отлично. Берем здесь фабрики, идем здесь, берем военные заводы. Перед этим, наверное, возьмем еще одну фабрику. Подходим вот сюда, как раз-таки, кстати говоря. В принципе, я думаю, до войны мы сотку вряд ли добьем. Но вот во время войны уже реальный. И нам, наверное, уже стоит начинать военные заводы строить. Так что давайте поехали. Где-нибудь не сильно далеко. Точнее как, в 60%, чуть подальше от фабрики. Фронт, на всякий случай. Но не сильно далеко, потому что, ну, мы не сильно-то будем терять фронт. Это Первая мировая, здесь нету танков и авиации. Ну и поехали строить уже военные заводы потихоньку. Ладно, эти ребята, смотрите, восстановились. И снова в бой. И снова они идут в бой. Я бы даже, знаете, в новый театр отправил, чтобы им сначала было снаряжение, а потом всем остальным. Так, саботажи должны прекратиться. Мы можем тратить меньше стабильности, потому что у нас уже, в принципе, вот здесь вот есть плюс популярность. Мы это переживем. Вполне себе. У нас куча уже, кстати говоря, опыта. И, как я и говорил, пойдем мы, наверное, вот сюда. Потому что у нас дивизии должны быть заряжены... Только перед этим поставим советника себе, не забываем. У нас должны быть дивизии, заряженные артиллерией. Но никто не мешает мне покачать уже морскую доктрину, потому что на море мы тоже воевать обязательно будем. Сколько у нас вообще наших тяжелых крейсеров? И сложно сказать, на самом деле. Как-то очень сложно сказать. У нас всего 8 крейсеров, но сколько из них было на старте, никто не знает. Ладно, посмотрим потом, когда все будет. И вы тоже к войне идти. А я думаю, на этом мы наше первое серию закончим. С вами был Дубкай. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Оставьте лайки, комментарии. Все, как обычно. До скорой встречи. Пока.